В Ханты-Мансийске выбрали супер-дедушку и супер-бабушку 2016 года. Восемь участников в несколько недель готовились к финальному концерту, который состоялся в День пожилых людей в городском досуговом центре «Октябрь». Здесь пожилые люди продемонстрировали все свои способности и таланты. Подробности в сюжете нашего корреспондента. У всех участников различные интересы и таланты, но объединяет их одно дружные семьи, супруги, дети и внуки, которые с большим удовольствием пришли поболеть за родных. Самые молодые участники 50 лет, самому пожилому 75. Две недели они готовились и репетировали музыкальные номера. Пыталась нас хореограф научить этому. Посмотрим, как это. Да, мы две недели тренировались добросовестно, потеряли по 5 килограмм. В подобном формате, когда выбирают сразу и супер-бабушку, и супер-дедушку, конкурс прошел впервые. Конкурсов у нас, испытания, так скажем, и этапов два было. Уже мы просмотрели наших бабушек на предмет самый хозяйственный. Мужчины у нас соревновались в игре по бильярду. А сегодня покажут свои таланты бабушке и дедушке. Они нас воют, танцуют, расскажут свои стихи. Светлана Кашпур стала самой современной бабушкой. Несмотря на относительно молодой возраст, она уже воспитывает 8 внуков. Несколько лет назад она участвовала в подобном конкурсе, где также не осталась незамеченной и победила. Я занимаюсь художественной самодеятельностью с ранних лет. Поэтому для меня уже октябрь стал как родным домом. То есть я уже всех тут почти знаю. И всегда с удовольствием всегда прихожу, и всегда участвую в мероприятиях. И никогда не хочу отказываться. Это такая бодрость, такой драйв. Тут дети всегда так весело, всегда доброжелательные, всегда приветливые. Сюда всегда тянет. Конкурс завершился, итоги подведены. Городским супердедушкой стал Решат Едгаров, а супербабушкой Валентина Талькова. Все участники получили памятные подарки. Оксана Шуман, Сергей Метелев, телевидение Ханты-Мансиско.